здравствуйте уважаемые трейдеры и инвесторы и сегодня плановый брифинг для брокера о маркет вы уже привыкли что по четвергам я демонстрирую все свои закрытые позиции открытые и рассказываю о тех идеях которые будут готовы к реализации на прошлой неделе мы отбирали с вами сделки кое что было реализовано я вам покажу на конечный результат и сегодня отберем новые варианты которые могут оказаться прибыльными и на которые я делаю свою очередь упор давайте сразу перейдем графиком и посмотрим на то что я свою очередь предлагаю начнем с открытой позиции перейдем постепенно обзору и к анализу во первых до сих пор открыта позиция по еврофунту она открыта с 13 апреля и по сей день она актуальна очень долго как видите приходится выдерживать сделки в принципе это характеризует мой стиль торговли я торгую только среднесрочно вне зависимости от рынка так мне проще воспринимать информацию больше времени на анализ но опять же я привык к этому за свои долгие годы практики по поводу еврофунта потенциал роста у него вплоть до 0 9 и я готов закрывать здесь половину позиции для того чтобы сохранить часть прибыли то есть это делается таким образом делается модификация ордера делается модификация непосредственно объема то есть вы берете половину этого объема и делаете его на закрытие вторую часть для того чтобы сохранить прибыль переносите на зону стопа то есть опять же здесь у нас можно подтащить в район восемьдесят семь двадцать и все будет как говорится по фэн-шую то есть мы уже сохранили часть прибыли забрали и вторую часть мы можем претендовать на значение в область 09 то есть это в район восемьдесят девять семьдесят восемьдесят девять шестьдесят соответственно таким образом мы уже модифицируем позицию забирая свою прибыль это единственная сделка по валюте которая сейчас открыта но есть еще идеи которые на валюте можно будет реализовать и которые я считаю актуальными начнем самого начала это австралийский доллар по австралийскому доллару можно расположить ордер на продажу мне он кстати стоит ордер на продажу 066 90-0 68 10 до значение стопа довольно велико но тем не менее если вы посмотрите на саму область она является позиционной это будет первичный ретест опять же если он будет мы не знаем будет он или не будет но мы как трейдеры торгуем всегда вероятность непонятные нам структуры эта структура понятно и мы не можем ее не проторговать мы не будем ее игнорировать мы будем брать и работать поэтому запомните можете посмотреть на дневной график найти для себя понять почему эта область выбрана и ее проторговать по биткоину bitcoin пошел в рост и для меня сейчас основной сценарий этот покупки на откате покупки в область семь с половиной тира шесть с половиной можно покупать лимитным ордером по семь сто и стоп ставить на 6 400 это будет нормально для среднесрочного исполнения по поводу потенциала роста он довольно большой но мы пока будем использовать то что есть до максимума до десяти с половиной до 11 если будет откат евро фунт мы разобрали здесь пока никаких новых ходов нет по евро доллару есть потенциал и если вариант движения до 106 а вот с 106 можно попробовать поработать можно поработать 106-105 и это будет нормальный вариант единственный минус это то что сейчас идет сжатие волатильности и накопление которое формируется по росту она обычно будет препятствием то есть здесь мы можем на 1 08 получить серьезное препятствие и соотношение у нас соответственно сразу же один двум это не так много но это нормально для тех кто говорят выбирайте сделки всегда 13 выше это люди которые на самом деле не очень многое понимают в трейдинге трейдинг это такая вещь в которой иногда ты радуешься соотношению один к одному когда есть вариант потому что большинство из вас большинство из трейдеров вообще в этой сфере они убыточны так или иначе прибыльны только те кто продают курсы продают какие-то сигналы продают знания но как говорится грош цена тем знанием которые не применяют а продают тому с моей точки зрения соотношение все эти вещи которые вокруг которых так много дебатов это все условно как вам подходит так вы торгуете если у меня допустим больше 50 процентов сделок прибыльных я имею право брать один к двум я буду в плюсе в долгосрочной перспективе это нужно понимать более сложно это дисциплина то есть выдерживать такие сделки как допустим у меня еврофунт в котором я сидел с 13 апреля и до сих пор в нем нахожусь вот это сложно сложно выдерживать продажи по индексу которые у меня сейчас открыты в моем фонде кто не знает у меня есть свой инвестиционный фонд где торгую американскую биржу и фьючерсы так вот это сложно и когда ты смотришь на убытки ты иной раз думаешь может быть нужно изменить свою тактику может быть нужно изменить торговлю но нет ты заранее зашел по плану ты должен ему следовать то же самое здесь вы видите где можно войти вы не должны дергаться раньше времени если у вас вход 106 105 то вы работаете 106 105 если вы хотите торговать позиционно позиционно это 105 103 50 105 103 50 запомните это зона которая является среднесрочность и вы там войдете держите максимально долго то есть на рост опять же дальше по индексам будем смотреть почи фунт доллар падение и общая структура является неплохой для продолжения снижения при этом если посмотреть фундаментально на ситуацию великобритании в отношении борьбы с коронавирусом в отношении открытия экономики мы понимаем что в принципе не все так хорошо как могло бы быть и в целом еврозона сейчас все страдает от этого и будет страдать еще долгое время здесь мы видим падающую структуру и остается вопрос а где же ее торговать покупать нерезонно сейчас то есть точки зрения вероятности может быть все что угодно но с точки зрения соотношений с точки зрения элементарной математики вам это не интересно вам интересно поработать 123-124 вот 123-124 это зона коротких на возврате но очень важно сейчас это делать этого делать не нужно если цена пройдет до 12150 или даже до 21 и пойдет откат вот тогда нужно будет работать то есть мы должны увидеть выход как минимум на диапазон изначального накопления то есть мы должны увидеть выход который хотя бы на диапазон а то и превышает его на полтора на два то есть в таком случае вероятность от сколько отсюда возрастает то есть чем дальше отойдет перед тем как вернется тем больше вероятность это тоже можете запомнить записать это вам пойдет на пользу по золоту выход произошел все-таки в сторону 1720 сейчас формируется накопление да она с кучей препятствий но 1720 1730 это зона которая может быть пробита для последующего движения вверх для последующего импульса среднесрочного характера поэтому смотрите внимательно здесь могут быть покупки по продажам пока говорить нечего новозеландец доллар тоже можно поставить сразу же лимитный ордер если он у вас не стоит лимитный ордер 63 64 30 пусть стоит еще раз 63 64 30 можно поставить лимитный ордер на продажу все что происходит сейчас сейчас происходит вероятный пробой минимума с последующим снижением здесь краткосрочники продают но об этом сейчас говорить не стоит доллар рубль ситуация какова на доллар рубль до сих пор стоит зоне накопления я уже говорил кто в покупках вы ничего не должны делать до тех пор пока цена не будет ниже семьдесят два с половиной будет ниже семьдесят два с половиной выходите до тех пор пока цена выше вас удерживают вы можете пойти в обратный импульс вне зависимости от накопления если пойдет ниже семьдесят два с половиной можно пробовать успеть здесь продать с целью на 67 ну а по 67 присмотреть покупки такой план ничего другого здесь нет самое важное для меня это индексы по акциями не буду ничего рассказывать потому что они закоррелированы практически все с индексами ваша задача торгуя рынок акций просто смотреть ситуацию с индексами и смотреть на всю эту корреляцию и отрабатывать s&p находился длительное время в зоне предложения зона предложения 2950-300 да он не пошел на 3000 там было бы интересно у меня долго стоял ордер 2990 я его вчера снял потому что вижу уже нарушенную структуру индексы падают индексы падают с вариантом снижения вплоть на 2600 и нужно успеть будет пересмотреть покупки в случае снижения 2600-2500 я не думаю что будет второе дно на этой ситуации но откат он неизбежен потому что v-образное восстановление оно исключено практически исключено есть конечно шанс но признаков того что экономика восстановится очень быстро в каждой из стран пострадавших на фоне перезагрузки экономику этот шанс низкий мы должны использовать то что нам дают не только фундаментально но и технически а технически дают откат зону 2600 я стою поэтому в коротких до 2600 с 2600 я буду начинать покупать уже какие-то отдельные акции какие-то отдельные сектора набирая портфель опять же из 8 10 акций для начала потом буду смотреть может быть это все расширять что касается опять же европы посмотрим на германию здесь ситуация та же но в германии еще есть перспектива пробоя 10 200 10 250 10 200 пробой этого значения потенциал снижения вплоть до девяти с половиной тысяч то есть посмотрите внимательно здесь может быть пробой и он скорее всего закончится хорошим импульсом тоже неплохая ситуация в целом все неплохо сейчас идеи есть вы можете их записать можете их реализовать не забывайте ставить лайки не забывайте подписываться на канал и спасибо market за то что дают возможность поделиться мнением со своей аудиторией всем спасибо ребят за внимание всем пока